Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Паша Фриман. Я немножечко призаболел, поэтому, ребят, извините за голос, за, может, какие-то припинания и так далее, но я должен был это сделать ролик, поэтому я его делаю, ребят. Собственно, многие из вас спрашивали, как же настроить Streamlabs OBS. По ссылочке в описании, кстати, можете его скачать и установить на компьютер и воспользоваться данным видео, чтобы его настроить для стрима или записи или для чего вам там еще нужно. Собственно, будем начинать. Самое главное, что нам нужно, это, естественно, настроить программу, да, то есть зайти в настройки. Настройки у нас сверху справа находятся, вот здесь эта шестеренка. Заходим в нее. Первое, что нам нужно сделать, это зайти в прямую трансляцию. Вы тут выбираете стриминг-сервис, выбираете Twitch, YouTube или какой-либо другой сервис, какой вам надо. Я выбираю YouTube, естественно. Выбираете основной сервер для YouTube. Иногда, кстати, если он лагает, там у вас могут быть какие-нибудь просадки FPS, потери пакетов или еще что-то, если такое будет, как вариант можно попробовать сменить на бэкап-сервер. Иногда раньше такое случалось, когда бэкап выручал очень сильно. Сейчас лучше, конечно, использовать примере, там, в принципе, никаких проблем в последнее время не наблюдается. Ну и пишите стрим-ключ, который у вас находится в вашем канале, когда вы создаете трансляцию, он вам выдается, вы его сюда прописываете, после чего можно будет прям сразу нажимать кнопочку Go Live и уже начинать трансляцию, если у вас все настроено. Это что касается, как добавить ключ и куда, на какой сервер стримить. Далее смотрим. Самое главное, это вывод. Тут вы выставляете качество трансляции, через что будете стримить, через процессор или видеокарту. Я сейчас вам все это покажу. Лично у меня установлена упрощенная варианция, я не беру расширенную, мне упрощенная проще, я ее настроил, и все, она у меня работает. Я выставляю битрейт 40 тысяч, тут, ребят, хочу сделать одну ремарочку. Дело в том, что стрим это очень ресурсоемкая задача, как и запись в качестве в хорошем, поэтому, ребят, все эти настройки, которые вы сейчас видите у меня, они могут у вас очень сильно лагать или, наоборот, быть слишком слабенькими, в зависимости от того, какое у вас железо, ноутбук там или еще что-то. Поэтому, ребят, тут вы настраиваете уже сами под себя. Я вам рекомендую лучше всего это сделать так. Запускаете стрим закрытый, делаете его закрытым, выбираете какое-нибудь качество, смотрите нагрузку компьютера. Если лагает, крутите битрейт там или что-нибудь еще. То есть у меня битрейт 40 тысяч стоит, это на самом деле очень много, многие говорят, что это избыточно, но для моего пресета кодера на процессоре я суперфаст выбираю 40 тысяч, это в принципе нормально, собственно. Но вы по стримам сами видите, что качество довольно хорошее и никаких, в общем, проблем у нас с этим не возникает. Но вообще рекомендую там 18 тысяч вам использовать, например, да, и пресет very fast, например. Просто у меня, ребят, на very fast 60% процессора используется и бывает даже на тундру не хватает, бывают там потери пакетов, потери кадров и лаги, в принципе, появляются довольно часто. Я вам рекомендую вот эти вот пресеты, ну выше faster, в принципе, я вам не советую, потому что все, что выше faster, fast, medium и так далее, тут уже надо, я там не знаю, какие процессоры иметь. Теоретически, чтобы хотя бы на medium стримить, надо отдельный, отдельный компьютер ставить для обработки 12-ядерный в 24 потока, и чтобы он обрабатывал medium. И то не факт, что у него это получится, потому что это очень, очень большая проблема на самом деле в этом плане. Очень много ресурсов хавает. Я останавливаюсь на super fast, выставляю 40 тысяч, хотя он такой битрейт не нужен, но на нем у меня качество картинки лучше. Тут вам советую выбирать то, что зависит от вашего компьютера. То есть просто тестируйте в закрытой трансляции, и вы сами увидите, какое качество у вас тянется. На таком и останавливайте. Далее, это если вы хотите стримить процессором, это software X264 кодек. Если хотите стримить видеокарты, просто выставляете Invenc, ну и выбираете, какое вам надо. Низкая задержка и качество там, типа высокая, либо на перформанс, на производительность выставляете. Просто низкая задержка, просто высокая производительность или просто высокое качество. Тут, опять же говорю, вам надо это все потестировать самим. Я могу только за свой компьютер отвечать, и, как вы знаете, конфигурация у меня далеко не народная. В описании, кстати, будет описание моего компа, кому интересно. Но я стримлю в последнее время через процессор под 40 мегабит на super fast. В принципе, качество мне нравится. Чтобы, кстати, пресет открылся, вам надо вот эту галочку поставить. Включить дополнительные настройки кодировщика. Что касается записи. Чуть ниже проматываем, видимо, идет запись. Собственно, здесь вы ее настраиваете. Куда она будет идти у вас? Нажимаете обзор там, да, и куда у вас там. Будет заливаться. Это уже от вас вы будете решать. Далее, качество записи. Я выставил такое же, как на стриме. Потому что я точно знаю, как у меня будет загружен компьютер. И буду знать, будет у меня лагать это или нет. Потому что, например, когда у меня сейчас стояла 1080-е. Я Division, по-моему, 2 или 3 дня пытался настроить так, чтобы он перестал лагать в 2К разрешении. Я очень долго это запаривался. В итоге я нашел там какие-то настройки и оставил как есть. Ну, то есть, примерно вот так вот. И оставил опцию качество, как в стриме. И все. И самое главное, ребята, формат записи выбирать сразу MP4. Потому что я первый раз этот ролик записал в формате Failure. Он мне в Adobe Premiere даже не вставился. Он его не понимал. Формат. Поэтому лучше сразу ставьте MP4 и все. Пользовательские настройки, как и для процессора, да, как и для стрима, так и для записи. Я вам советую, если хотите ими пользоваться, я вам советую просто их погуглить. Там их очень много показателей. Я даже сам не разобрался в них. Я просто их даже не стал трогать. Далее приходим в вкладку звук. Тут вы выставляете основное языковое устройство. У меня это джек. Джек обозначается как HD Defension Audio. То есть, то, что сзади в материнку водкнуто, грубо говоря. Я его выставляю. У меня там наушники стоят. И микрофон, который я использую. У меня вот, собственно, микрофон для записи звука используется. Там вы... Дальше вы уже настраиваете, как вам удобно. Хотя я не думаю, что больше, чем одно устройство вы будете настраивать для записи звука или для воспроизведения звука. Дальше идем. Видео. Здесь мы выставляем масштабирование, если оно вам нужно. Лично я им не пользуюсь. Я выставляю просто 2К разрешение и масштабирование в 2К. Ну, то бишь, масштабирования нет. Теоретически вы можете, например, в 2К... Точнее, даже не в 2К, а, например, в Full HD масштабировать в 2К. То есть, примерно вот так вот. Но там, естественно, будет качество не очень. Ну, будет хуже намного. Поэтому лучше оставляйте так, как есть. Если у вас 720p, выставляйте 720p и не парьтесь. Прям вот так вот оставляйте. Главное, чтобы один к одному было. Так будет максимально меньше косяков и максимально хорошее качество. По фильтру масштабирования я оставляю, по-моему, там по стандарту вот этот выбран. Более четко масштабируем 16 выработок, бикубический. Типа FPS советуем оставить общее значение. Либо там, если у вас комп там не особо сильно тянет, вставляете 30 FPS. Если хорошо тянет, все прям идет, летает. Ставьте 60 FPS. Естественно, ребят, FPS влияют на загрузку процессора, либо видеокарты, смотря на что вы будете стримить. Соответственно, в 30 FPS у вас в два раза меньше будет тратиться ресурсов, чем на 60 FPS. Имейте это в виду. Опять же, это все советую настраивать во время, собственно, вот этого закрытого стрима, в котором вы будете тестировать свой комп, так сказать. Далее у нас идут горячие клавиши. Ну, тут вы уже настраиваете просто, что вам нужно. Я, например, настроил, чтобы у меня запись была на скруллок. Чтоб я ее начал на скруллок и остановил на скруллок. Если у меня скруллок горит, значит у меня запись идет. Если не горит, значит не идет. Ну, лично мне так и удобнее. Вы можете настроить, как вам удобнее. В расширенных настройках я процесс приоритета не выставлял. Я так и оставил нормальный видео. Вот тут все. Я вообще ничего не трогал. Все остается у меня как по умолчанию. Далее идем. Коллекция сцен. Это сцены, готовые уже для Streamlabs UBS. Вы можете их скачать. Там всякие оформления веб-камер, донатов. Там всякие виджеты разные и так далее, и так далее. Тут вы чисто вот уже пользовательская от вас зависит. Ну, и остальное я, в принципе, не настраивал. Да, просто вообще ничего. Далее мы с вами видим информационную панель. Здесь у вас показываются ваши донатики. Это виджеты, прикрученные прям напрямую со Streamlabs. Если вам донат приходит, вам показывается, сколько вам пришло субарно. Сколько у вас подписчиков сегодня пришло. Сколько VIP-подписчиков пришло в суперчат, если донаты были. И так далее, и так далее. Здесь все это указывается. Вот. Чат-бот можете настроить. Я, на самом деле, этим всем не пользовался. Ребята, я думаю, есть много гайдов, как это все настраивается. В других роликах можете там посмотреть. Я заморачиваться не буду, потому что я сам не знаю. Я это не трогаю сейчас. И далее, чтобы настроить, собственно, картинку, вы заходите в редактор. Заходите в редактор, и вот ваша сцена. То есть вы сейчас видите то, что я вижу я. Вообще, когда вы настраиваете стрим, вам там нужно, да, как обычный стример, стримит. Да, вебка, например, да, если она у вас есть. Цель доната. Цель, там, я не знаю, еще чего-нибудь, да. Топ-донатер и так далее, и так далее. Все это можно здесь, соответственно, сделать. Поэтому, в принципе, вы тоже можете ролики найти в интернете, как это все делается. Я вам вкратце сейчас покажу. Вот у меня есть сцена, да, внизу. Например, сцена стрима. Всем привет. Вот. Тут у меня уже все настроено под War Thunder. Собственно, вебка. Тут у меня, как они это называются, топ-донатеры под счетчиком. Сам счетчик. И, в принципе, все. На заднем фоне должна быть игра, и все, вы стримите, играете, как надо. Вкратце вам расскажу, чтобы добавить виджет уведомлений, да. То есть, когда вам приходит донатик, чтобы он появлялся на экране, и был звуковой сигнал, и в случае чего там озвучка, да, этого доната. Вам необходимо добавить в источниках. Нажать плюс. Добавить браузер. Добавить источник. Ну, там его назвать, как вам надо. Как-нибудь, да. Нажимаете добавить. И, например, если вы добавляете со Streamlabs или с Donation Alerts, там есть отдельная такая вкладка. Виджет уведомлений, или как-то так. В общем, вы найдете в других гайдах, как найти эту ссылочку. В эту ссылочку вставляете вот сюда, и у вас, собственно, этот виджет начинает работать. Вкратце я вам сейчас покажу виджет оповещения. Там есть ссылка для ОБС. Ее откопируете, вставляете в этот виджет. Вот. Прошел донатик. Ну, это тестовый, естественно, донатик. Такого нет. Сообщение. Вот, и все. Вот у вас все работает для стрима. Соответственно, сцены вы можете также добавлять сколько вам угодно. У меня есть сцены для стримов и сцены для летсплеев. Заходите в летсплеи, и, собственно, у вас все добавляется. То есть, вот у меня летсплеи, да? Вебка и игра. Все. Больше у меня ничего нет. Как настраивать там хромакей, если он у вас есть и все такое, ну, этот вы тоже можете найти в интернете. Потому что хромакей все это настраивается индивидуально. И довольно, на самом деле, геморройная хрень этот хромакей. И я даже думал от него отказаться в целом одно время. Еще у нас есть вкладочка трансляция. Вы можете предварительный просмотр здесь оставить. Но я его обычно вырубаю. Тут у вас показываются ваши подписчики. За стрим, сколько вам пришло. Донейшн аллертс. Ой, точнее, донейшн со стрим лапса. Ваши донаты. Можно отсюда прям читать. А, кстати, еще внизу также у вас показывается загрузка на процессор. Ваши FPS, ваши пропущенные кадры, если они у вас есть. И скорость вашей трансляции. Соответственно, чтобы начать трансляцию после всех настроек, которые были ранее, вы просто нажимаете кнопочку Go Live. И все, оно начинается. И вы там с YouTube его, например, запускаете. В целом, ничего сложного нет. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях. Я вам попытаюсь объяснить. Если вам помог этот ролик, то тоже пишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь. У нас с вами будет много еще разных стримов, видео и так далее, и так далее. Буду с вами прощаться. Я Паш Фриман. И всем пока-пока.